Мы будем опрыскивать вот этих вот змей. Можно сказать то, что, да, вот эта вот самая штука, будем их опрыскивать. Обычная поливалка-выручалка. Как вы видите, змеи начинают линять. Ну, я их почему-то покормил, ну, как почему-то. В дикой пройдем всё равно, но у нас тут не дикие условия, у нас тут домашние условия. Но, опять же, не думаю, что плохого будет, если они поели. Но в данный момент они хорошо промахивались, но они съели, пожрали, и сейчас сидят довольно слепые. Они в целом слепые, плохо видящие, но когда они в линьке, видите по глазам, это вообще ужас просто на всё. И вот как мы это делаем и опрыскиваем. Так у меня в руках камера не будет не очень, совсем-таки удобно. Просто опрыскиваем, он пытается сбежать, но он никуда не убежит. Ему же легче будет потом снимать с себя кожу, как бы оно-то не звучало. И вот мы опрыскали нашего бублика и положили укрытие, его дом. Ну, вот он пока туда залезет, мы возьмём нашу пряню. Она всегда стеснительная дама, она не гуляет, она не стремится никуда, она вообще как-то стеснительная, но, однако, пожрать она прям любит. Ну, вот примерно вот так вот выглядит, то есть она вот посерела. Помните, как я говорил, то, что змеи линяют, они либо растут, ну, когда они линяют, это в целом вообще хорошо. Они либо растут, либо какое-то другое условие, но подзабыл. Ну, в основном они линяют, когда растут. Если что, поправьте, пожалуйста. Можно также побрызгать им террорием или контейнером, вот в том углу, где они сидят. Даже можно везде промыть, спрячь к морду. Вот. Можно промыть везде, и то есть, чтобы своего рода влага была. Некоторые, как говорят, нужно им ставить во влажную камеру, но могут завестись какие-то мошки, насекомые нежелательно. Водичка у них есть, всё нормально, всё пьют. И вот такие вот камушки, как я говорил, они помогают в линьке. Вот он свернулся у себя в комочек, слепошарый змей, и сидит, наблюдает. Ну, точнее, как-то наблюдает, как-то не очень звучит по отношению к змее, которая и так слепая, а тут ещё шкура старая. Всё пелену закрыла. Ну, да ладно. Что бы хотелось подчеркнуть. Можно оказывать прям хорошую помощь. Вы видели, что ваша змея начинает линять, то есть, помогите ей. То есть, особенно, в частности, это если не ядовито, то прям вообще это легче лёгкого. То есть, поопрыскайте её, вот можно даже чуть-чуть, ну, нет у вас поливизатора, возьмите чуть-чуть капельками воды и её обдайте, то есть, чтобы она почувствовала себя комфортно, очень хорошо. В этом ничего страшного, зазорного не будет. Она потом вам даже спасибо скажет. Ну, если она скажет вам спасибо, вы будете первым, кому что-то с мея вообще сказала. Ну, а она это сделает невербальным жестом. Потом, как говорится, карма вам будет только благодарна. Что ещё бы хотелось добавить? Ну, будем ждать, когда они кожу свою снимут. Снимает, по-моему, публик у нас снимает её очень хорошо, а вот прям не очень. То есть, я показывал вам как-то в видео, где-нибудь они там линяют чулками. Может быть, следующий выпуск. Как раз я открою контейнеры, и там всё вот будет вот в требухе вот это вот валяться. Вот такие-то вот дела. Ну, будем постепенно их закрывать. Обратно ставить. Видео сегодня не такое уж и длинное, не такое познавательное, мало интересное. тому-то оно показалось, если полезным, то очень хорошо. Поэтому заботитесь о ваших питомцах. Не забывайте то, что надо линять, ой, то, что надо им помогать линять. И внимательно смотрите на кончик хвоста, когда они полиняли. То есть, внимательно. Это огромная помощь. Так что, всем спасибо, что насмотрели. Спасибо, что не забывайте за данный канал. Как говорится, можете поставить под ваших питомцев и укрытие данные самодельные. обычные обычные такие пластмассовые горшочки. Да, именно такие. И спрячь морду. И, как говорится, ставьте такие невербальные жесты. Да-да, именно такие. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok